А вы помните, сколько цветов на государственном флаге? А что они означают? А что изображено на нашем гербе? Эти и другие вопросы задавали белорусам героя новой документальной игровой киноленты «Культурный код». Оператор Вани и режиссер телевидения Лиза в качестве дипломной работы снимали фильм о государственных символах Республики Беларусь. Эта съемка оборачивается для молодых героев захватывающим познавательным приключением. Они участвуют в автопробеге ко Дню Независимости, посещают музеи и знакомятся с интересными экспертами. Но главное – находят друг в друге не только профессионала своего дела, но и спутника жизни. Посмотреть на то, что же получилось у молодых специалистов, собрались в кинотеатре «Беларусь» жители города и представители городской областной вертикали власти. Чем, наверное, запомнилась или запоминается картина? В первую очередь, наверное, самим сюжетом. И в завершении я для себя увидел вот то единство, наверное, любви, силы, дружбы, которое, так скажем, создало или подтолкнуло молодых людей, наверное, в будущем создать семью. И, наверное, это самая ценность, что мы сегодня имеем. Во-первых, мирное небо, которое представлено на флаге нашей страны. Наверное, то понимание жизненных ценностей, которые орицетворяет весь белорусский народ. И самое главное, что за этой культурой, за этим этническим, наверное, происхождением нашего народа, мы видим будущее вот в этих двух молодых людях, которые завтра будут, наверное, поднимать и прославлять нашу любимую Беларусь. Вот, наверное, в этом самое есть ценное. И вот в этом, наверное, есть культурный код, который мы закладываем сегодня в наших детей, нашим молодым людям, которые завтра придут на смену нам. Выжимки фильма, наверное, показывают исторические места, нашу столицу, показывают чистоту наших улиц. Это все о том, чем мы сегодня живем. И не зря нас называют центром Европы, чистым городом, которому на карте, я говорю, быть всегда. Премьерный показ фильма «Культурный код» организован в честь Дня народного единства. Яркая кинолента захватывает внимание зрителя с первых минут. Сочные кадры, современный монтаж, динамичная сюжетная линия – все это приковывает к экрану. Хронометраж картины 35 минут, и этого времени достаточно, чтобы раскрыть тему и держать зрителя в напряжении. Мы посмотрели замечательный фильм. Я считаю, что такого рода фильмы в нашей современности – это, наверное, кладезь, который может объяснить молодежи о том, где они родились, о том, к чему они принадлежат, а что важно, на чем сейчас нужно сконцентрировать внимание. А родина – это то, что должно быть у человека на первом месте, потому что родина – это начало. Наш состав – это в основном лица числа молодежи, и по ходу службы работы приходится часто проводить собеседование на тему знаний государственной символики. Общаясь с молодежью, порой удивляешься, что на самом деле очень многие не знают. Вроде бы, хотя мы живем, у нас везде сейчас висят наши белорусские флаги, наши госсимволы везде. Если честно, у меня даже, видите, чехол на мобильном телефоне тоже содержит страшные символы. И, как показывает практика, очень многие из молодежи, числа молодежи, не знают, даже банально. Там строчки гимна, начинают три строчки, спели, и все, дальше не знают. Поэтому тут этот сам фильм, на мой взгляд, очень полезен будет, и особенно я бы рекомендовал, наверное, к просмотру лицам числа молодежи, даже со школьного возраста, которые четко, доходчиво и, в принципе, еще в интересной форме подачи доносят до зрителя вот эту информацию, которую, в принципе, нам надо знать всем. Очень вдохновил этот фильм, потому что я патриот своей страны, и фильм, он был красочный, очень интересный, в котором было интересно сидеть, смотреть, наблюдать. Особенно было интересно узнать историю более подробную, которая рассказывалась от специалистов своего дела. Государственный символ Республики Беларусь – это идентификационный код, по которому нас узнают и принимают. Эксперты говорят, что герб и флаг – это лицо страны, а гимн – его душа. А потому знать их необходимо каждому. Ирина Левчук, Эдород Букунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова